если кому-то вчера было неприятно разговора десятина я приношу свои извинения и очевидно что я не имел ввиду того что десятина платить не надо я просто имел ввиду ниже следующее если мы пользуемся какими-то терминами то нужно понимать и иметь определенные основания я поэтому настойчиво рекомендую вам все-таки прослушать курс относительно десятин перенешений пожертвования даяния в новом завете в библии в новом завете в частности так вот когда мы имеем ввиду ну когда мы говорим дистину мы что-то имеем ввиду чаще всего люди опираются на закон и левитскую дистину чаще всего иногда бывает исключение из правил и люди опираются на ту дистину которую принес авраам на хисадеку или яков пообещал дать бог понятно и в этом курсе мы подробно разбирали что это не совсем то же самое и десятина левия принял сначала с левитом и когда мы смотрим в новый завет есть достаточно много мест писания которые говорят об ответственности за содержание служителей нового завета и нужно понимать что очевидно если мы смотрим в писание в бритха даша и помним о том что большая часть бритха даша была написана когда храм стоял это понятно то трудно ожидать от тех кто писал бритха даша идеи не несите десятину левия несите ее в церковь полезно что такая идея ну в общем-то абсурдно по своей сути но именно это иногда мы пытаемся прочесть но достаточно много мест писания в новом завете которые говорят об ответственности содержание служителей теми кому они служат новом завете и при этом этого не имеет никакого отношения к десятина левия или десятина евро или десятина якова понятно да за неимением времени потому что наше собрание посвящено не десятинам я был достаточно резкий хотел быстро разрулить этот вопрос а вы настаивали и у меня это не получалось поэтому я раздражался простите меня хорошо спасибо и поэтому вы потрудитесь узнать и вы узнаете что есть основание даяние и понятно что даяние не должно быть меньше десяти процентов на основании несколько другое чем то о котором вы меня пытались вчера убедить хорошо можем смело возвращаться к чему заведом отлично и так мысль которую я хотел бы чтобы вы держали что первое лет так 15 существует обетование а завета и и дальше мы встречаем 15 главе завет и когда мы читаем этот завет то давайте его прочитаем может быть поймем с 13 стиха и сказал господь аврааму знает что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и и поработят их и будут угнетать их четыреста лет но я произведу суд над народом на котором они будут в порабощении после сего они выйдут сюда с большим имуществом и ты ибо мера беззакония аварии доселе еще не напомнилась когда зашло солнце наступила тьма вот дым понятно да в этот день господь заключил завет с авраамов сказал потом что твоему даю землю от реки египтской великой до реки ефрат и дальше перечисление земли народа в котором они жили скажите мне пожалуйста этот завет условно или безусловной я не говорил о сроках его исполнения я говорил о условиях нужно ли соблюдать какие-то условия для того чтобы этот завет исполнился завет какой единственным условием было вхождение в этот завет через послушание при приготовлении жертв действий которые сказал господь далее мы видим что этот завет не имеет больше никаких условий и бог суверенным образом отдаёт эту землю потомкам авраама это понятно я хочу это сделать и в этом завет что я это сделал таким образом мы видим безусловный завет по которому его потомкам должна отойти земля я правильно понимаю извините меня а христиане входит почему ведь христиане как правило претендуют на то что они потомки авраама и претендуют на его наследство я правда понимаю за землю тоже должны претендовать это вопрос должны претендовать на землю или претендовать нужно на то что больше нравится ну что вы не слышали местного завете что мы семьи авраама по обетованию наследники ну и как тогда на извините на землю тоже есть определенные планы но завет авраама о котором мы говорим вот первый завет и он о чем заключен о конкретной земле в конкретном месте на этой планете не вообще нигде ступит нога твоя там земля нет вот конкретное очертание земли вот очертание народов которые на ней живут и вот этот кусок земли он получил как завет между им и богом и бог обещает аврааму что он отдаст эту землю его потомку абсолютно точно замечено не сказано когда точно или сказано четвертом роде и куда он он выведет ага и не войдут и нет спустя 400 лет возвратятся они то есть не сказано что войдут то есть они будут здесь а потом они возвратятся ну любимый простой вопрос через сколько бог вывел их из египта а ну не все очевидно некоторые все таки думают что через 430 а тоже вроде слушали спасибо некоторые думают что ошибаются окей те кто понял о чем идет речь хорошо те кто не понял уже понятно кому подойти в перерыве и задать вопросы сейчас мы разбирать это не будем уже это может затянуться надолго но о чем я хочу сказать земля была безусловным образом обещана и определенные события они были обещаны которые должны были произойти произошли в свое время с его потомками и обетование земли если мы рисовали вчера вот эту картинку мы рисовали некую картинку мы говорили завет нооха существует до сегодняшнего дня и завет аврама он существует до сегодняшнего дня причем мы не оговаривали даже какой завет и мы сейчас будем немножко говорить о сути завета первого второго что второй завет который мы будем читать он выбирает в себя обетование и по сути и ну как бы является общим заветом и поэтому как правило никто не рассматривает два отдельных завета рассматривается всегда один завет аврама это понятно да если это понятно то обетование земли сохраняется до сегодняшнего дня хорошо хорошо то есть вы согласны со всеми или с собой окей а с собой вы согласны вопрос вопрос не такой простой как может показаться на самом деле потому что мы слушали достаточно большое количество учений о наследстве которые нам причитаются как верующим нового завета и это количество учения оно корреспондируется именно с обетованиями завета аврама и верующий нового завета претендует на финансовое преуспевание которое включено в общем то каким то образом с их точки зрения за завет аврама претендует окей но земля является частью этого преуспевания да 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 то почему же тогда не претендовать бы на кусочек земли в израиль вопрос не в том послушайте мы претендовать это не значит иметь вы уже рассчитываете на его иметь ну подождите на всех не хватит это понятно но быть в числе тех кому хватит хочется а это значит претендовать это не значит получить вы наверное не внимательно меня слушали я говорю о наследие аврама которое принадлежит новозаветним верующим я понял скажите а наследие аврама принадлежит новозаветним верующим принадлежит а выбирать часть будем сами а как а тогда какая часть принадлежит еще раз когда мы говорим о завете мы говорим о вполне конкретных вещах да земля земля она принадлежит и она конкретная в конкретном месте если мы переворачиваем страничку и смотрим да семнадцатый авраам был девяносто девяти лет и господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи передо мной и будь непорочен я поставлю завет мой между мной и тобой весьма весьма размножу тебя и пал авраам на лицо свое и бог продолжал говорить с ним и сказал я вот завет мой с тобой ты будешь отцом множества народов я спрашиваю на заветных верующих извините кто-то из вас может претендовать на то что он станет отцом множества народов ну кто-то из новозаветных верующих может выйти ударить себя в грудь и сказать я буду отцом множества но это извините я по тексту иду это завет который бог заключил с авраамом и он говорит ему послушай дружище ты станешь отцом множества народов дальше и не будет больше называться авраамом но будет тебе имя авраам ибо я сделал тебя отцом множества народов и весьма весна расположу тебя и произведут от тебя народы и цари произведут от тебя кто из новозаветных верующих может заявить такое что цари произведут от меня но это часть завета это часть обетований завета и поставил завет мой между мной и тобой между потомками твоими после тебя вроде их заветом вечным в том что я буду богом твоим и потомком твоих после тебя он обещает он обещает что он будет богом израиля ну богом авраама богом исхака богом иякова и богом израиля и до сегодняшнего дня этот завет действенный он является богом всех евреев он является богом тех кто его приняли и богом всех евреев по плоти по плоти по ней по матушке породимой по ней по плоти он их бог а они его народ существует проблема эта проблема явным образом открывается нам в восьмом главе евангелия от мотвея когда еще он говорит многие придут с востока и запада и возлягут на волне авраам да что нет с авраамом да с авраамом и возлягут вместе с авраамом а сыны же царствия что будет с ними там будет плач и скрежет зубов одиннадцатый стих восьмом главе говорю вам что многие придут с востока и запада и возлягут с авраамом и с хаком и яковом в царствие небесное а сыны царства неизвержены будет во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов здесь говорится о неких сынах царства кто это они это кто евреи а кто еще я прошу прощения обратите внимание на хронологические вещи вот здесь надо обращать внимание на хронологию в общем то это начало служения еще миссии я правильно понимаю время нового завета началось он умер и воскрес время нового завета начинается не только после его смерти но после его воскресения для того чтобы началась эра нового завета нужно было воскресение и в общем то об этом говорится достаточно жутко что если нет воскресения то наша вера какая тщетная она бесполезна если нет воскресения воскресение имеет невероятно важную часть и поэтому рождение свыше очевидно возможно было ну в нашем понимании когда мы используем опять технические термины рождение свыше спасение ну различные мы термины используем ну нужно описывать это но мы можем говорить о том что мы рождаемся для царства небесного это рождение возможно ли было до его смерти а до его воскресения тоже нет значит эра нового завета начинается с момента какого после его воскресения но здесь он говорит тогда когда эра это еще не началось я могу сказать даже с началом эры нового завета в общем то для евреев было не совсем понятно как вообще в эту всю историю могут вписаться язычники что была дорожка была дорожка но на их условиях и в их формате а вне их условий и вне их формата никак я вам могу сказать Петр вообще там когда на крыше сидел да и там вот это вот все спустилось вы в курсе дела что это он не сразу догадался что это верный признак что можно есть сало не не догадывался он сидел и думал а что бы это значило значило и когда пришли пост над корнилия то извините меня открылось откровение что оказывается это не к тому что есть а к тому что идти да аминь хорошо и вот когда он сходил и вернулся евреи из обрезанных говорит где же ты куда ходил ты вообще что наделал куда ты ходил и что он должен был сделать оправдываться не просто рассказывать а оправдываться он объяснял что ребята вообще эта светлая мысль мне в голову не приходила это вот он такое я что я не про дела он мне вот это вот видение а потом вот эти люди и что я а потом если он их крестил как она с духом святым то ну что я конечно преподала водное погружение и что и тогда они успокоились но вот в чем проблема мы себе не моделируем эту ситуацию что значит они успокоились это значит что он теперь каждый день может ходить в гости на ужин корнили да они сказали окей ну представьте себе такую картину да я не знаю у вас есть дома терпимости в Одессе ну да вот хорошо есть ну и представим себе видим служителя который выходит из этого дома ну я догадываюсь что мы захотим с ним пообщаться да ну мы переживать начнем же за этого брата начнем переживать да начнем переживать и скажем брат ну объяснись ну надо чтобы ты наверное как-то объяснился и вот он говорит послушайте у меня было такое видение и я понял что мне надо туда идти я пошел проповедовал и все они покаялись вы успокоитесь ну покаялись все покаялись бог крестил их духом святым я преподал им водное погружение все вообще закончилось отлично ну а почему вам это не верить что бог не может этого сделать ну в дом корнилия же его позвали и он сходил и они покаялись и вы в это верите ну послушайте для евреев которые это все слышали это было точно так же и вы ничего не поверили понимаете проблема заключается в том что если вы на следующий раз его там встретите третий четвертый и пятый ну скажите что то не так с этим откровением понятно что мне нравится то есть для евреев это было невероятно это был вопрос и никто тогда не ломанулся к язычникам проповедовать его но это случилось чуть чуть позже понятно да то есть а это не помещалось в их формат они этого всего не понимали поэтому когда речь идет вот еще все не началось вот этого еще не началось еще похода в корнилию не было еще язычники не приходили к богу а еще он говорит цены же царства это кто извините меня послушайте восьмая глава евангелия от матвея восьмая глава евангелия от матвея это самое начало ну при этом RADIU не надо ничего менять никуда не менять и понять и весь израиль не такое простое как вам кажется понять и весь израиль не такое простое как кажется Вы же привыкли к словосочетанию «весь Израиль», правильно, это кто? Ну все, «весь Израиль», правильно? А это понятие не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Скажите мне, пожалуйста, возвращение из Вавилонского плена. Кого больше осталось или вернулось? Осталось больше, да? А что тут написано о той части, которая вернулась, которая была маленькая? Прочитайте. И стали жить священники, и левиты, и народы, и певцы, и привратники, и нефини, и в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Извините, кто стал жить? Как это весь Израиль? Там, в Вавилоне, их же больше осталось, это ничтожная малая часть. Как она названа, извините меня? А-а-а, в этом смысле. Я же вас предупредил, не такая. Это ездра. Это ездра. Опять с переводом что-то не так. Я понял. Это когда не помещается в нашу доктрину, значит, кто-то неправильно перевел. Так это получается. Каждый из колен. В моем понимании, что весь Израиль получается тогда в том, если мы, это представитель каждого колена. А в моем понимании, весь Израиль это те, кто последовали за Богом. Потому что если вы не пошли за Богом Израиля, то вы, извините меня, и не очень-то евреи. Понятно, да? Те, кто последовал за Богом Израиля, названы весь Израиль. Почему они весь Израиль? Потому что они последовали за Богом. Это основной принцип. Бог говорит, слушай, Маше, надоела мне вся эта история. Обещал, ну вообще введу, но сам не пойду. Моисей говорит, тут дело вот в чем. Если ты не пойдешь, то что нам там делать? Говорит, чем мы будем отличаться от всех других, если тебя не будет с нами? Чем евреи должны были отличаться от всех других? Что Бог должен быть с ними? И он приходит к ним и говорит, послушайте, я буду ходить среди вас, и душа моя не возгнушается вами. А ребята говорят, ну вы, в общем-то, идите, а нам и все здесь неплохо кормят. Есть та часть, которая отличает их от всех остальных народов? Она двинулась туда. И это названо? Весь Израиль. Понятно, о чем идет речь? Какой остаток спасется? Причем весь остаток спасется, который последует. А те, кто, извините, не последует, тут и не остаток. А шо опять не так? И шо? Она-то осталась. Ее-то спасли. И народ остался. И россиянный народ тоже спаселся. Мелкие детали. Мелкие детали. Они покаялись. Это мелкая деталь. Они шо сделали, извините меня? Бог что, не оставил им шанса покаяться? Оставил, не покаялись, не спаслись, и пережили искупление, избавление. А если бы не покаялись? Если бы они не обратились к Богу и не покаялись, что бы было? Ничего бы не было. И точнее, никого бы не было. Из тех ребят, которые решили остаться в Могилоне. Основная часть обращения к кому? К Богу. К Богу. Обращение к Богу есть фундаментальное понимание Израиля как такового. Если Израиль не обращается к Богу, то он перестает быть, по сути дела, Израиля. Потому что то, что должно было ему отличать, что Бог должен среди них быть. А если его среди них нету, то это не Израиль. Ну, с моей точки зрения, это базовое понятие. Не вопрос, кем вы родились, и кто у вас мама и папа. Вопрос, какие у вас отношения с Богом. Потому что с точки зрения того Израиля, если вы отвергаете Бога Израиля, то, ну, в общем-то, вам и не жить. Все, что с вами осталось делать, это вывести застан и побить камнями. Если вы отвергаете, это национальность и вера, которые были переплетены, в отличие от всех остальных народов. В еврейской среде национальность и вера, это два понятия, которые соединены. Если вы не верите, то вы и не еврей. Это на сегодняшний день, лишь бы ты был евреем по маме. Больше можешь быть гомосексуалистом или лесбиянкой. Пьяницей, наркоманом или алкоголиком. Отличный еврей, кошерный. По маме. Но послушайте, это неправда. В древнем Израиле за такие дела вы побивали камнями и не смотрели, кто у него мама и кто у него папа. Смотрели на то, ведет ли он благочестивый, богобоязненный образ жизни. Ходит ли он на поклонение в Иерусалим, приносит ли он положенные жертвы, посещает ли он синагогу. Смотрели на эти вещи. А не на то, кто у него папа или мама. А если у тебя ни папа, ни мама, а ты нормальный гер, то пора пожаловать в эту среду. Никаких проблем. Национальность не помеха. Стал евреем. Понятно, о чем я говорю? И когда мы говорим весь Израиль, то не надо включать в это понятие людей, которые не пошли за богом Израиля. Потому что они, собственно говоря, навряд ли Израиль. Сыны же царства, что будут? Извину его. Потому что они надеялись попасть туда по праву рождения. А это не совсем правильно. Только по вере. Это понятно? Я понимаю, неприятно. Хотелось бы все не так. Ну, пока вот так. Итак, возвращаемся. Извините, у вас просто шрифт такой, что я вижу. А в той Библии я не вижу, поэтому я пользуюсь вашей Библией. Я очки дома забыл. Простите. Итак. И поставлю завет между мной и тобою, между потомками твоими, после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду богом твоим и потомком твоих после тебя. И здесь важная часть. Он будет богом. А будут ли они теперь смотреть на него? Он-то будет свою часть выполнять. Но если он выполняет свою часть, а они не выполняют своей части, то много это им не принесет. Да, он будет богом. Он будет тем, кто оберегает, заботится, охраняет, защищает. И на этой земле, может, жизни удастся. Но в вечности это, извините меня, не поможет. Понятно, о чем я говорю? Он исполнит свою часть по отношению к нам. И здесь важный момент. Когда евреи говорят о том, почему он исполняет свою часть по отношению к нам, мы говорим честно. Это не из-за того, что мы хорошие, не из-за того, что мы красивые, не из-за того, что мы умные, а потому что он верен обещанию, которое он дал. Не нам, а отцам. Это не ради нас, а ради отцов. Все становится на свои места. И когда Писание говорит, какое преимущество быть евреем, великое, говорит, вообще во всех отношениях. Мы сосредотачиваемся на слове наипаче, что им верено слово Божье, но вообще какое преимущество? Большое, во всех отношениях. Но люди не совсем корректно понимают понятие преимущества. Объясняю. У вас есть мелок? Нету, да? Нет. С собой? С собой, хорошо. У вас тоже есть преимущество. А у всех остальных? Нету. У нас есть преимущество перед вами. У нас что-то есть, а у вас, извините, чего-то нет. Это преимущество? Но скажите мне, пожалуйста, это говорит о моих качествах? Это говорит о том, что я лучше, чем вы? Нет. Это говорит о том, что у меня что-то есть? А у вас что-то нет. У евреев что-то есть. Законоположение, завета, обетование. Есть у них? А у всех остальных? Нет. У них преимущество. Но вы знаете, что интересно? Не всегда преимущество позволяет прийти к финишной черте первому. И зачастую мы видим, что те, у кого нету преимущества, которые были последними, войдут в Царство Божие первым. Хотя у них не было преимущества. Но они поверили и пошли. А тех, у кого было преимущество, не поверили. И закончили очень плохо. И умерли, если не покаялись. Понятно, о чем я говорю? Окей. Итак, это его обетование, что он будет. Но он не говорит, что я их всех сделаю. Он говорит, я буду. А их выбор уже, будут ли они моим народом. Он говорит, я буду их Богом. Понятно, да? И дам тебе и потомству твоему после тебя землю, на которой ты странствуешь. Ну, о земле мы слышали немножко раньше. Включается она в этот завет. Понятно, почему эти два завета уже не разделяются. Потому что та часть, которая была в том завете, вошла и в этот завет. Смысл их рассматривать как два отдельных завета? Нет. Понятно, да? землю хананейскую во владение вечной и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой. О, ты что сделаешь? В той части нужно было соблюдать завет? Нет. А в этой части, он говорит, тебе надо соблюдать завет. Между вами и между потомками твоими после тебя да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. Мне тяжело у вас переговаривать, сестры. И сие будет знамением завета между мной и между вами. Восьмой день от рождения 2, да будет обрезан у вас роды ваше всякий младенец мужского пола рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Итак, мы видим любопытную деталь. Всякий рожденный в доме имел выбор? Нет. А раб купленный за серебро? Какой имел он выбор? Еще раз. Раб ключевое слово для начала. Раб имел выбор? Еще раз, только медленно. У рабов был выбор? Ну. У рабов был выбор? А у раба купленного за серебро. Он именно приходил и говорил так, я тут хочу приобщиться к вашему обществу, поэтому купите меня пожалуйста за серебро. Да? А что потом? Потом раба обрезывали. Причем, ну, если хозяин хотел, он мог обрезать под корень. Все. Был у него выбор. Послушайте, все должно прийти в какое-то нормальное положение. Я вам объясню попроще. Если хозяин хотел кастрировать раба, то он его кастрировал. У него был большой выбор? Сказать именно, а я не хочу, а я не желаю. Вы простите, он мог его убить. Какой выбор у раба? житель умереть это воля господина. Забили в колодки, кастрировали, живешь в колодках. Дальше. Жесткие ребята тогда были, очень жесткие. И с рабами поступали так, что мало никому не казалось. и нужно понимать, ну, в общем-то, рабство не предполагает наличие своей воли и выбора. По определению, рабство не предполагает этого. Если ты уже стал рабом, то есть, ты не захотел умирать. Потому что, ну, когда тебя поработили, ты мог умереть. А если ты уже стал рабом, то ты уже не захотел умирать. Дальше уже с тобой делали, что хотели. Понятно, да? Поинтересуйтесь рабовладельческом строю, что они делали с рабами и как рабы вообще воплощали свой свободный выбор в том обществе. Не было этого. Итак, это недобровольная штука была, вообще априори. Его купили за серебро и сказано было, что с ним делать. И все. То есть, это было не прерогатива раба, это была ответственность господина. Господину говорили, если ты купил за серебро, то ты должен с ним сделать вот это. И все. А раб говорит, а я не хочу, чтобы со мной это обделали. Тебя уже никто не спрашивает. Тебя купили, значит, мы будем делать, что мы хотим. И это, в общем-то, щадящий подход, чем тот подход, который был у язычников по отношению к рабам. Понятно, да? Хорошо. Продолжаем. непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. Это просто повторяется. Для того, чтобы с первого раза, если кто-то не понял, то со второго раза непременно. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезан же мусково пола, которое не обрежет крайней плоти твоей, не стерпится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Итак, что мы видим? Желающие войти в завет могли? Кто? Вести, мадрину, войти нельзя. Войти нельзя. По собственному желанию войти в этот завет было нельзя. У детей никто не спрашивал и у рабов собственно говоря тоже. Если ты не был рожден в этом доме, ты не мог прийти и сказать, слушайте, а можем меня вашу семью? Извини, мы можем тебе купить, а потом да, а так нет. То есть празелитство или Ди-юр не подразумевался в завете Аврааму. Понятно? Только в завете Синае. То есть на тот момент времени Ди-юр не подразумевался, не было пути вхождения в этот завет. Понятно? Неожиданно. Потому что мы как бы где-то когда мы говорим о вхождении в завет, мы понимаем механизм вхождения в завет Синая и там этот механизм был и мы свободно переносим этот механизм на завет Авраама, в котором этого не было. понятно о чем идет речь? Вопрос был? Но читая текст, я не вижу каким образом кто-то может войти в этот завет. Есть обязательство ввести в этот завет и причем ввести, как я говорил, насильственным образом. совершалось насилие над личностью и глава семьи он имел эту ответственность и если он этого не совершал, то с него надо было спросить. Понятно, да? Вспомните происшествие весьма странное по дороге с Моисеем. Да, ну извините, потому что папу хотели или что? Убить. А что жена ночью делала? Что жена делала? И что бросала? И что кричала? Он не исполнил свою ответственность, если Бог говорит, ну ладно, я себе спрошу. Потому что он не исполнил свою ответственность по отношению к своим детям. 40 лет третий. Понятно, да? Понятно? Да. Ну, такие узкие моменты опять. нужно понимать, что с одной стороны вопрос больше лежит в плоскости непрактической. на сегодняшний день. На сегодняшний день для верующих из Нового Завета из язычников вообще это вопрос не стоит. То есть, обрезание это не проник. Вопрос обрезания еврейских мальчиков это отдельный вопрос. И здесь нужно понимать ключевую разницу в отождествлении с Заветом. Дело в том, что Бритмила она могла отождествлять с двумя Заветами, а не с одним. Днем. Понятно, нет? Окей. Бритмила она могла отождествлять с Заветом Авраама и с Заветом Синая. Один и тот же обряд. Но отождествляет с разными Заветами. Бритмила отождествляет с разными Заветами. В одном случае с действующим, в другом случае с недействующим. Завет Синая действует? Нет. Вы тогда если обрезываете не еврея с Заветом Авраама можете его отождествить? Нет. Значит с каким Заветом вы будете с каким первым? Еще раз если он не еврей. значит вы не можете его отождествить с Заветом Авраама значит будете отождествлять с несуществующим Заветом. Какой смысл? Вообще нету смысла. И поэтому апостол Павел говорил у вас с головой все нормально. Вы зачем это делаете язычники? Понятно да? Еврейские мальчики да на здоровье они себя отождествляют с другим Заветом. Понятно да? Ну если все понятно тогда сделаем первые Итак нужно понимать некоторые особенности Измаил был обрезан вошел в этот Завет в Асхаке наречется тебе семя и только с Асхаком поставлен Завет И Павел Авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам в себе неужели столетнего будет сын и Сара 90-летний неужели родитель и сказал Авраам Богу ой если бы Измаил был жив перед лицом твоим то есть ожидал рождение Исхака и говорит давай завяжем всю эту историю уже лишь бы с Измаилом все было хорошо а то я уже устал да Бог же сказал именно Сара твоя родит тебе сына и ты наречешь ему имя Исхак и поставлю завет мой с заветным вечным и потом с твоим после него Измаил я услышал тебя и я благословлю его и возвращу и возвращу его и весьма весьма размножу ну и 12 колен и так далее и дальше и так вошел он в этот завет нет понятно да абсолютно не зря все наши отцы говорят Бог Авраама Бог Исхака Бог Яков потому что когда вы посмотрите на всю эту историю семейную вы увидите что Бог пренебрегает как бы первородство первородный сын кто был у Авраама Измаил а все досталось извините меня кому Исхаку первенным у Исхака был кто сам а досталось что извините меня может 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 быть первенец якобы получил нет и Иосиф получил двойную часть может быть старше сына Иосифа опять нет опять младшим что такое что-то как-то не так все это не у людей у евреев но вот так вот Бог избирал по своему усмотрению того кого он хотел а не тот кто получал бы все это по праву рождения дабы изволение Божье в избрании происходило понятно здесь понятно и поэтому нужно еще вспомнить конечно о еще детях Авраама которых он отпустил с подарками послушайте Авраам определенным образом поступил так по отношению к своим родным детям для того чтобы все передать а мы приходим и говорим ну да ему ну и нам мы решили что мы можем на это претендовать с каких дел если вы не потомок Авраама Ицхака и Якова он так поступил по отношению к своим родным детям и здесь люди не понимают достаточно простой вещи что вам родные мои никто ничего не обещал обещали Аврааму затем обещали Ицхаку и затем обещали извините меня Якову кому еще что обещали мы приходим и говорят вот им пообещали дайте нам а вы кто им извините да пообещали нет вопросов им и дадим окей я давай пообещаю тебе что через тебя будет всем хорошо нормально нормально теперь кто-то из вас придет и говорит сделай нам хорошо я же обещал во-первых через него а во-вторых я обещал ему а не вам и вам он тоже ничего не обещал запутан как-то еще раз бог обещал Аврааму ну он и выполн собственно говоря все что обещал кому ему а если вы не потомок Авраама и Цхака и Якова что вам обещали что обещали вообще ничего на что можно претендовать я вообще не понимаю это понятно нет я понимаю не совсем приятно в какой-то мере это может вызвать ну некую нелюбовь к евреям вот им обещали а нам нет ну что делать читая в общем-то послание новозаветнее галатам очевидно что то что бог обещал верующие из язычников уже получили еще раз только медленно то что бог обещал Аврааму верующие из язычников уже получили получили замечу все и без исключения а если они уже получили все и без исключения они на что-то еще могут претендовать читаю дабы благословение Авраамова галатам 3 глава 14 стих говорится о чем о благословении Авраама приготовились все дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников ура ура чтобы получить вам обещанного духа веры кто-то не получил обещанного духа веры есть такие кто не получил все если получили то благословение Авраама оно уже извините распространилось все уже получили понятно о чем идет речь послушайте Новый Завет он утвержден на лучших обетованиях которые имеются не на этой земле хотелось бы конечно все здесь сейчас на этой земле сто процентов очень хотелось мне бы хотелось чтобы ну вот как бы все и здесь и поэтому написано что вы призваны к наследству нетленному чистому неувидаемому отличные характеристики чистое нетленное неувидаемое хранится для вас родные на небесах что вы хотите получить на этой земле непонятно если оно все хранится на небе обетование этого Завета лучше наследство чистое неувидающее хорошее такое но хранится для вас извините ну вот там придете и получите здесь все понятно не вздыхайте все будет хорошо это так выражается смех радуйтесь тогда радуйтесь итак переступаем к следующему этапу 26 глава был голод в земле сверх прежнего во дни Авраама и пошел Исхаков и Мелеху царю филистинскому в Геран и Господь явился ему и сказал не ходи в Египет живи в земле о которой я скажу тебе странствую по всей земле и я буду с тобой и благословлю тебя и тебе и потомство твоему дам все земли сии и исполню клятву которую я клялся Аврааму отцу твоему умножу потомство твое как звезды небесные и дам потомство твоему все земли сии и благословятся всеми не твоим все народы земные за то что Авраам послушал голоса моего и соблюдал что мною заповедано было соблюдать повелениями уставами и законами Ицхак поселился в Гераве ну я задаю всегда коварный вопрос послушался ли Ицхак повеления Всевышнего на пути в Египет ну да нет послушал да нет ну быстрее давайте послушался ли он того что сказал ему Бог да нет отлично да отлично я не спрашиваю как вы знаете я спрашиваю как вы думаете для меня удивительно я читаю текст молодцы молодцы конечно не послушался ну послушайте ну как вы читаете текст внимательно слушайте текст вопрос не в переводе вопрос в том что ему сказали и в том что он сделал внимательно слушайте текст мои хорошие итак Господь явился и ему сказал не ходи в Египет живи в земле о которой я скажу тебе странствуй по этой земле ему что сказали делать странствуй а он что сделал поселился так он странствовал или поселился а если он поселился то он странствовал так он послушался что да если вам говорят сидите в классе а вы отсюда ушли вы послушались да вы послушались да то есть нет ну да один преподаватель говорил да и нет мне очень понравился Либер Волтер мне очень понравился говорит и да и нет ну так как-то вот так так вот тут нет тут таки нет ему сказали странствовать если вам говорят странствовать по земле а вы владеете пахотной землей и живете в городе то вы что странствуете нет все очень просто ребята все очень просто он получает определенное обетование из-за отца потому что бог обещал его отцу и он соответственно исполняет то обетование которое он дал его папе мы только что читали он говорит с сыночком твоим Ицхаком что я сделаю поставлю завет приходит сыночку Ицхаку и говорит сынок Ицхак иди сюда ставлю с тобой завет почему потому что папа был хороший поэтому ты получаешь что тут непонятного а сынок был непослушным понятно да ну все очень просто и здесь нужно внимательно читать текст там очень много интересного что произошло почему он не поставил жертвы никакие неприятности его подсели что урожай был сверхъестественным и что на самом деле это очень практично часть благословение которое вы имеете не говорит о послушании которое вы имеете ну не знаю аллилуйя не аллилуйя иногда мы ну то что я здесь в аудитории слышал сел пожал во сто крат даже послушал если бы не пожал во сто крат то понятно не послушал а поскольку посел и пожал и Бог благословил что значит послушать а на самом деле не послушал вопрос не в том что он пожал а в том что Бог благословил а Бог благословил не потому что этот хороший а потому что он добрый благословение не говорят о том что вы хорошие благословение говорят о том что он добрый а если вы по благословениям определяете духовное состояние человека вы ошибаетесь потому что вы говорите что не он добрый человек хороший понятно вторая крайность когда человек неблагословен по-вашему вот вы смотрите не благословенный такой брат бог не благословляет наверно он грешник поганый могут ожидать различные разочарования в этом случае тоже потому что мы судим о наших отношениях с богом и это печально если вы через материальный мир нет по отношениям вы можете судить тут отношения судятся по отношениям они по материальному миру не по материальному благословению я могу сказать точно в моей жизни я был очень очень богатым преуспевающим бизнесменом и в это время и я ну во время их моего христианства мои отношения с богом претерпевали большую беду я был отступником благословение говорили о том что у меня все вот так а я точно знал что у меня беда я точно знал о том что говорит писание что остается некое страшное ожидание суда глядя вот на всю эту кубу материальных благословений я ждал когда начнется суд я понимал что все это закончится очень очень плохо он будет судиться со мной а люди могли смотреть на меня благословенный брат ни о каком благословении речь не шла я был отступником и грешником понятно да не оценивайте по наличию или отсутствию благословений духовного состояния того или иного человека понятно чем я сказал это не критерий вы можете помолиться с этим человеком и понять больше о его благословение духовном состоянии чем потому как он одет потому что все определяется в духовном мире понятно чем я поэтому в общем то этот мальчик был непослушным и из-за его непослушания пришли некоторые проблемы даже если бы он странствовал кто-то видел его богатство а когда он жил на одном месте люди стали что делать завидовать и муж говорили сынок странству все будет хорошо но он начал раздражать людей обильным благословения пришли неприятно понятно да дальше мы видим двух мальчиков и сова до яков и с этими все было тоже непросто как мы знаем ну и вы же готовы ответить на вопрос тяжело одновременно читать библию и слушать меня поверьте уже тут есть люди экспериментировали есть время когда вы собираетесь для чтения писания есть такое время читайте есть время когда мы открываем и все вместе читаем писание окей нормально вы можете проверить все что я говорю по писанию но не в классе дома с библией на следующий день я же не уезжаю завтра еще буду придете скажете вот я проверил ну как вот не угасочка вышла но если вы сейчас начнете этим заниматься навряд ли вы услышите все что я хочу вам сказать поэтому я в общем то простите иногда ограничиваю студентов в свободном чтении библии на своих занятиях ну простите меня некоторые считают что так неправильно что надо давать возможность людям читать библию всегда когда они хотят этого я не отношусь к теории таких людей я прошу вас чтобы мы вместе читали или вместе слушали хорошо не обиделись некоторые на меня обижаются я не обижаюсь на тех кто на меня обижается лишь бы выслушал все хорошо итак вопрос очень простой но вы же помните шея коварны все помните хорошо поэтому я вам задам простой вопрос когда отец наш ицхак решил передать благословение авраама понятно ицхак решил передать благословение авраама он думал что перед ним кто стоит кто за то что перед ним он думал что перед ним стоит эйсал стоп 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 я я прошу прощения я прошу прощения сюда смотрите отсюда будет простика я тоже думаю что он знал что он знал что перед ним стоит я не вот тут ты уже начал ошибаться ты дослушай уже тогда ты был на верном пути но стратил дело в том все того что очень внимательно читаете и очень уверены в том что вы порчи теперь мы прочитаем с вами библию вместе хорошо я сейчас мне плохо видны опять или сами откроем двадцать восьмую главу читайте будете потом отвечать на вопрос ты что ну кого он позвал якова и пришел кто 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 пришел то есть он ожидал что он позвал якова перед ним стоит эйсал или он позвал якова и думал что перед ним стоит кто кто кто-то что-то вы углубились в чтение я даму да ну читайте вслух дальше дальше да вышел точно так не может быть а вы думали что он плохо читал ну как теперь хочется сказать ты что нет скажите яшу не предупрежал что я коварный ну так уж совсем не хорошо это предыдущая ну-ка ну нормально да поэтому не всегда спешите с резкими заявлениями просто не надо торопиться оказывается что вполне ясные события в нашей голове понятные и ясные они становятся не такими когда читаешь писать что опять не слава богу мы же говорили что кто-то один другой вопрос еще раз я предупреждал что ответ очевидный не всегда может быть правильно я предупреждал попробуйте что какое проблема заключается в том что вы смотрите не всегда внимательно читает текст проблема заключается в ниже следующем во первых вот по моему там где-то написано не совсем корректный подход пытался вспомнить это второй раз я пришел хорошо если спросить ты правильно задал ты правильно конкретно задал вопрос думал еще раз смотрите но перед этим мы же видим что а вы видите нет я читаю ты читаешь не читаешь не то он благословил его но не было благословением авраам скажи мне еще раз я закончу свою мысль давай не будем спорить я закончу свою мысль скажи мне центральная часть благословения авраама какая центр и суть благословения авраама обетование и завета авраама центральная какая теперь предыдущая главе найди это в благословение которое пытался украсть якобы если ты это найдешь что я не прав я хитрый был я говорил благословение авраама то есть должно содержаться две центральные вещи не торопитесь не торопитесь самый главный урок этой истории с моей точки зрения самую главную историю вашего у вас не украдут яков переживал что ему не достанется и мама переживала что не достанется мама это ж ну понятно еврейская мама она ж знаете как переживается любила что вдруг ему не достанется надо пойти вперед и взять но там не то давали они пошли наперед и взяли но не то давали в тот раз давали не то а то давали на следующий раз мы мы настолько были поглощены проповедями на тему голос якова ну говори получается что получается что получается что благословение должно было получить эславру это просто было обещание которое бог далathon ü не совсем благословение которое должен был получить эслал это благословение первородцев был ученым то есть он хотел назад передать благословений первенцо он хотел передать благословения первенц И Яков ворует благословение первенца, но не благословение Авраама. Мы настолько увлечены историей благословения и воровства, что мы не обращаем внимания на то, что воровали. Понятно, да? Мы не анализируем, что же именно украли. Двойную пайку. Но это не мало. Внимательно прочитайте предыдущую главу. Еще раз. Он не собирался благословлять его благословением Авраама. Но он, Эйсава, в принципе не собирался этим благословением благословлять. То есть, ну просто. И речь о благословении, самом главном благословении, которое было у него, не шла в принципе. Вторая удивительная деталь. Никто о нем не знал. Любопытно, что благословение Авраама и Цхаку не Авраама. Еще раз. Благословение Авраама и Цхаку было дано не Авраамом, а Богом. Понятно? Ну мы только что читали, что Бог обращается к нему и говорит, что я благословлю, поставлю завет с тобой. Но мы не читаем в тексте, что Авраам позвал своего сына и говорит, иди сюда, я тебе сейчас дам. Понятно, да? Очевидно, что дети не знают об этой центральной части благословения, которая есть у Ицхака, земля и семя. Если бы они знали и за ним пришли бы, то Яков, вырядившись, и сам им сказал, слушай, тут пара пунктов не хватает. Классно, все, отлично, большое спасибо. Но вот это надо дописать, потому что этого нету. Вот же центральная тема земля и семя. А ты меня этим не благословил. Понятно, да? То есть он и не собирался этого делать. И тот не знал, что есть еще что-то. Вторая часть. Когда приходит Иссал и выясняет, что все ушло. Ицхак не говорит, вот гад, украл. Но у меня в рукаве есть козырный туз. У меня есть такая часть благословения, которая ему не досталась. Единственное, любимый. Сейчас я тебе ее и вручу. Да. 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 Не совсем так. Не совсем так. Во всем Израиле существовало понятие силы благословения. И посмотрите, что такое благословение. Вы передаете то, чем вы обладаете. То есть благословение – это передача того, что у вас есть. Если вы передаете то, чего у вас нету, то вы передали пустоту. За этим ничего нету. Это пожелания. Это вы просто говорите какие-то добрые слова, какие-то пожелания, которые… Ну извини меня. Расскажи, пожалуйста, благословил ли Ицхак Яков? Подтвердил ли Бог его благословение? Мы уже вошли в ситуацию гипотетических рассуждений и допущений. Не библейская штука. Мы можем утверждать только то, что мы видим. Бог подтвердил. Да. И Бог посчитал нужным сделать это. Дважды. И, что удивительно, Ицхак, помня это, отдает. Яков принимает. Но прочитаю внимательно. Яков не передает его никому. Сам Яков благословляет своих сыновей другими благословениями, которые действуют до сегодняшнего дня. Но Он имеет эти благословения внутри Себя. Он говорит, идите сюда. Что я расскажу? Помнишь? Нет? Я расскажу, что с вами будет. Другими словами, Он не мог этого рассказать, если бы Он этого не получил. Ну, или не знал. То есть, мы благословляем из того, что мы имеем. Вот это, ну, очень важная часть. И тот, кто дал это благословение, Он говорит, кому я должен его отдать. Понимаешь? И здесь мы видим, что Ицхак, он не распоряжался этим благословением. То благословение, которое у него было по праву, это благословение первородства, он его отдавал тому, кому он хотел. Но то благословение Авраама, которое он получил, он передал его только тому, кому Бог сказал его передать. И передал, несмотря на то, что его обманули. И он мог сказать, ты такой нехороший, ты меня обманул, ты хотел украсть, теперь ничего не получишь. Он говорит, сынок мой, иди, я передам тебе благословение отца моего Авраама. И передает, когда он точно знает, что перед ним стоит. Яков, который только что его обманывал, скандал только что был в доме, расстройство, и он отдает его по назначению, которое было для этого у Бога. Никто не ошибся. Все произошло в свои руки. В те, которые были предназначены, туда передалось. Ты, как отец, имеешь благословение для своих детей. Если у тебя бы не было этого, ты бы не мог их оставлять. Я, как отец, имею благословение для своих детей. Я получил это от Бога, как глава этой семьи. И я могу передать его. Почему? Да потому что он у меня есть. Если бы у меня его не было, мне нечего было бы передавать. И поэтому благословение есть великая сила, великая власть, которая пришла от Бога на эту землю, к отцу семьи. И поэтому меньше, беспрекословно, должен благословляться кел, больше. Все. Эта иерархия, она есть и работает. И здесь нужно понимать, что ваше благословение по ошибке не достанется кому-то. Урок к тому, что то, что вам принадлежит, достанется именно вам. Этого достаточно. Если вы это все поняли из этой истории, ну, первое, внимательно читать, не всегда возмущаться. Ну, как это? Я думаю, что... Опять, давайте... Я думаю, что это неформальная вещь. Я не думаю так. Я думаю, что когда ко мне придут мои дети за благословением на брак, а я промолчу, то я что-то передал? Я благословил или нет? А он проговорил, что с ними будет? Не передал. Все нормально. Оно работает. Почему? Почему? Потому что... Еще раз. Эх, Саша, Саша. Я уронил, извините. Всемогущий проговорил Аврааму. А мог же не проговорить. Достаточно количество раз это прозвучало? Оно прозвучало или нет? Что еще не достает? Еще раз. Каждый раз он говорил обо всех поколениях. Каждый раз он говорил, говоря о всех последующих поколениях. И вот это проговаривание было необходимо, потому что здесь был парень... Да? Вот этого было достаточно. Но он говорит, не-не-не. Чтобы не было путаницы, я скажу внимательно. Не-не-не. Чтобы не было путаницы, я скажу внимательно. А вот здесь уже все. Понятно, да? Сила была в том, что проговорил вот он. И он не промолчал. Вот здесь передачи вообще не было. Авраам не передает это благословение. Оно достается напрямую от Бога. Дальше он передает, и Бог подтверждает. И когда этот в старости вспоминает... Очень любопытная вещь. Он вообще не вспоминает о том, что ему передал отец. Он не вспоминает о том благословении, которое ему передает отец. После этого Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Монасию и Ефрема. Яков известил и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал, Яков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня. И сказал мне, вот я... Он вспоминает об отце, говорит, Бог всемогущий явился мне и сказал. Он не вспоминает даже о той передаче. Он понимает, что самая главная передача – это то, что Бог проговорил ему. Да. Но, вот здесь Ицхак передает то, что он имеет от Бога и от его, и Бог подтверждает это. Здесь этого вообще нет. Ну, опять, это все детали, не меняющие сути. Но очень важно, что Бог не отменяет своих благословений. Он не говорит, ой, 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 я погорячился, теперь я это заберу. Вспоминаем историю Сима Хама и Ефета, да? Но он не проклинает того, кого Бог благословил. Он говорит, проклят твой сын за тебя. То есть, это важная часть. И Ицхак, передавая благословение, не отменяет его. Он говорит, ой, сын, как ты шел. Сейчас все отменим, не переживай. Он говорит, это прозвучало, и это совершится. И Бог не поступил бы следующим образом. Сказал, ну, тут вы не разобрались, тут кто-то кого-то обманул. Поэт, это не читать, тут рыбу заворачиваем, теперь все по-другому. Теперь я по-настоящему скажу, как все будет происходить. То есть, нет. То, что он имел и то, что он передал, имело силу, потому что он это имел. Это было благословение, а не пожелание. Вот этим и отличается. Мы путаем хорошее пожелание с благословением. Мы путаем то, что пришло с неба, чтобы мы передали кому-то, с тем, что мы хотим просто сказать кому-то какие-то приятные слова. Приятные слова не имеют силы. Но то, что пришло с неба, оно имеет силу. И сила в благословении заключена, потому что оно приходит с неба. И Бог, он исполнит то слово, которое он послал. Но вы не можете отдать слово Бога, если вы его не получали. Тогда это пожелание. Но опять, благословение отца, оно и есть уже у отца. У тебя есть оно уже. Почему? Потому что твой отец высвободил благословение в твою жизнь, чтобы создалась твоя семья. И это благословение ты получил от отца. И можешь передать дальше в жизни своих детей. Что бы он мог передать, если бы он не получил? Понимаешь, о чем я говорю? Декану все можно. Понятно, да? Я думаю, что вы были несколько удивлены. Да, это нормально. Я думаю, что я возбудил в вас некоторую ревность читать более внимательно писание. Тогда будем говорить, что мы добились своей цели. И можем, во всяком случае, на этом этапе прерваться на перерыв. То, что должно было прозвучать в более формализованном виде, и то, что имел в виду ваш декан, что благословение Авраама, оно звучало для Авраама, Ицхака и Якова. И в дальнейшем не надо какой-либо особой формы или особого таинства по передаче этого благословения всем остальным потомкам. Я правильно изложу? Отлично. То есть, оно уже достигло, и все потомки Израиля, они уже наследуют это благословение, потому что оно прозвучало от Бога для Авраама, Ицхака и Якова. Дальше уже все стало на свои места. И не требуется отдельного таинства по передаче этого благословения. Есть другая часть передачи благословений Ефрема и Манасии. Ну, вообще, традиция передачи благословения, она остается для всех евреев, благословляя своих потомков. И существует отдельное благословение, которое передают отцы своим детям. Передача благословения – это вообще хорошая вещь. И есть часть заповеданная Израилю благословлять своих детей. Здесь все понятно? Но отдельной передачи процедуры благословения именно Авраама уже, ну, в общем-то, мы в Писании не видим. Я достаточно корректно передал? Все, Саша согласен. Нет, ну, на самом деле, он хотел, чтобы это прозвучало, у него это был вопрос, мы поговорили, я понял, о чем речь, и не проблема формализовать это и, в общем-то, донести до вас. Хорошо, дети, благословляем их. Итак, все понятно с передачей благословения Авраама, Исхака и Якова. Все понятно с введением в этот завет. Недобровольное, принудительное, да? Не требуется желание входящих. Есть глава семейства, который вводит в этот завет своих потомков или рабов, купленных за серебро. Закрытый семейный завет, в общем-то, в который все желающие попасть не могут. В этом есть отличие от следующего завета, о котором мы будем говорить. Итак, я предупреждал вас изначально, что если мы смотрим на завет Ноха, туда были включены все, вне зависимости от желания. Не только люди, но и животные. Понятно, да? То есть не требовалось вообще никакой доброй воли, ни от кого всех одним пакетом туда включили. Когда мы смотрим на завет Авраама, то мы видим, что здесь вхождение завет... Извините, я один раз не умею чихать, это такая... процесс такой... Да, простите, пожалуйста. Итак, здесь есть ответственность главы семейства ввести в завет. И от входящих в завет ничего, собственно говоря, не зависит. Понятно, да? И переходя к следующему завету, мы увидим еще одну часть, которая открывается для тех людей, которые не могли взойти в завет Авраама. Это та часть, когда люди по собственному желанию могут войти в завет, приняв условия завета. Понятно, да? То, чего раньше не было. Люди могут войти в завет, добровольно приняв условия этого завета. Там было требование обрезать и передать откровение. В завете Авраама было требование обрезать ребенка и передать откровение. Мы смотрели, для чего Бог избрал Авраама. Для того, чтобы научить своих потомков ходить путями Господними, творя суд и правду. Да? Здесь, в общем-то, суть, мы смотрели 10 главу исхода, не изменилась передача откровения, но дверь для других людей, для других народов в народ Божий открывается через принятие на себя обязательства следовать условиям этого завета. И в этом завете мы видим уже появление формального закона. Если в прошлом завете мы не видим формализованного закона, в завете Авраама, то в этом завете мы видим уже требование закона к тем людям, которые находятся в этом завете. И очень важная часть. Завет и закон – это не одно и то же. Мы об этом говорили. Мы говорили, есть слово «завет», а есть слово «завет». Это не тождественные понятия. Хотя для многих людей, в общем-то, перетекающие понятия, когда они используют слово «закон», они имеют в виду заветы, иногда, используя слово «завет», они имеют в виду закон. Так вот, понятие заведомо шире, чем закон. Почему? Потому что для существования закона ничего не надо, кроме книги закона. Понятно, да? Для того, чтобы был закон, нужна книга закона, где, в общем-то, этот закон существует, написан. И закон уже существует. Понятно, да? Если закон есть, это значит, что завет есть? Для завета нужен для начала народ. Если народа нет, с которым заключается завет, то и завета, собственно говоря, нет. Народ появляется у нас на основании чего? Народ появляется у нас на основании обетования, ну, двенадцатого бытия. Ещё раз читаем. Чего? Написано. Сказал Господь Аврааму, «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от распад твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возведущее имя твое, будешь ты благословен. Народ на основании чего появляется? Спасибо большое. До завета у нас ещё сколько времени? Готков пятнадцать. Понятно. А обетование произвести народ уже было. Понятно, да? Дальше. Следующая штука. Земля. Откуда у нас появляется она? Земля-то обетованная, по-моему, да? Земля какая? Обетованная. Значит, на основании чего она, по-моему, появляется? На основании обетования. Ну, она так и называется. Земля обетованная. Может ли быть завет в другой земле? Нет. Нет. Потому что Бог должен исполнить обетование о земле. И Он выводит свой народ, и заключает заветы. Он говорит, для чего? Для того, чтобы ввести вас в землю обетованную, которая вам обещана. Нужно понимать, что цель исхода не был исход. Цель исхода не была пустыня. Цель исхода была введение народа в землю обетования. Бог не вывел нас откуда-то, чтобы бросить, и потом сказал, ну, делайте, что хотите. Ну, именно вывезьте нас из Египта в пустыню, и сказать, ну, теперь идите, грейтесь и питайтесь. Вот особенно грейтесь, мне нравится, да? А что, в пустыне по ночам холодно. Понятно, да? Некоторые люди, они не знают понятия свобода. Есть два еврейских слова. Дрор и хофиш. Слышали вы такие штуки? В основном люди сосредоточены на свободе, которая называется хофиш. Это свобода от чего-то. Свобода от чего-то. Хотим мы быть свободны от долгов? Хотим мы быть свободны от финансовых проблем? Хотим мы быть свободны от зависимости, стесненных жизненных обстоятельств, алкоголизма, наркомании, курения, еще чего-то, да? Хотим мы освободиться? Окей, да, это нормально. Это свобода, которая называется хофиш. Свобода от чего-то. Но вот чего люди не знают, что свобода от чего-то без свободы для чего-то называется беспредел. Люди получили свободу от Египта для того, чтобы войти в землю обетованную. Вам свобода была не просто так, а для какой-то цели. Свобода для. Понятно, да? Есть часть свобода от чего-то, но вторая часть этой свободы для чего-то. И Новый Завет достаточно четко говорит, что когда вы были рабами греха... Что, что, что? Чего? Ну, тогда вы были свободны от праведности. Абсолютно свободны. Но когда вы стали свободны от греха, вы стали рабами праведности. Бог вас освободил от этого для чего? Для того, чтобы вы были праведными. Он не освободил вас для того, чтобы вы занимались чем вы хотите. А он освободил вас для того, чтобы вы стали рабами праведности. Есть определенная цель у свободы. Есть свобода, приобретаемая от чего-то, но нужно не забывать о цели, для чего дается эта свобода. И мы достаточно часто можем видеть людей, которые получили свободу от чего-то, но не пришли к тому, для чего дана эта свобода. И через короткий промежуток времени они оказываются там, откуда они вышли. Понятно, что я сказал, да? Очень грубо об этом говорится в Новом Завете, что выметая свинья, она возвращается в свою грязь. И пес возвращается на свою блевотину. То есть, если вы не поняли, куда вас вывели и для чего вас вывели, вы вернетесь к той блевотине, из которой вы вышли. Почему? Потому что вы не пошли туда, куда вас должны были привезти. Это стандартная ситуация с очень многими. Ну, в основном мы ярко наблюдаем это с алкозависимыми, наркозависимыми. Что люди, получая достаточно легко и просто свободу, но не используя ее по назначению, возвращаются в прежнее состояние. Понятно, да? Понятно, почему они так делают? Почему? Потому что они, получив свободу от чего-то, не поняли на самом деле, для чего они ее получили и не пошли в землю их обетование, чтобы наследовать благословение. Они посередине решили изменить маршрут по своему усмотрению. И вернулись обратно. Ясно, да? Итак, конечной целью исхода не был сам исход, не была земля в пустыне, а была земля обетования. Поэтому земля является частью завета. Ну, тут теперь появляется закон, который является частью завета. И если вы посмотрите, то часть закона, она привязана и неразрывно связана. Часть закона говорит о распределении земли. Говорит, а поведение в земле – это поведение общества в этой земле. То есть, как должно вести себя это общество. И есть часть, которая называется жертвенник. Эта часть уже тоже закона, оговоренная жертвенником, которая показывает народу, как они должны приближаться к своему царю. Если вы уберете любую из этих частей, то завет будет невозможно исполнить. Понятно, да? Поэтому вот это тождество – неправильное верхнее. Это неравнозначное понятие, потому что закон есть лишь часть только завета. Поэтому, когда мы пытаемся вырвать вот эту часть, что у нас получается? Это у нас завет. Синая, а это у нас… И мы берем вот эту штуку и начинаем тащить сюда. При этом мы говорим, так, тут еще немного надо попилить немного. Вот это нас не устраивает, вот это мы не можем, это нам не годится, а вот к этому надо добавить еще вот это. И вот это у нас называется Новый Завет. Ну, понятно, неправильно. Потому что Новый Завет утвержден на новых обетованиях, имеет новый закон, закон любви, закон царских, закон свободы. Он по-другому назван, потому что он принципиально другой. Понятно, да? Вот эта идея… Идея препарировать закон, мы уже говорили, она принадлежала иудеям. Иудеи решили посчитать, какие заповеди к кому относятся. Какие относятся к Оганам, какие относятся к Левитам, какие относятся к мужчинам, какие относятся к женщинам, какие даны на время существования храма, какие даны навсегда и так далее и тому подобное. Они достаточно тщательно препарировали весь закон и сказали, это от, это здесь, это сюда, это для этих, это для тех. Это мы исполняем сейчас, это мы будем исполнять в будущем, это пока мы не исполняем. Понятно, да? То есть раввины проделали достаточно, в общем-то, скурпулезный труд по препарированию закона и какие заповеди к чему относятся. Ясно, да? Они это делали по одной простой причине. Ну, нельзя исполнить. Ввиду, ну, достаточно долгого времени отсутствия земли и потому что часть заповедей, она относится непосредственно к земле, и поскольку земли не было, она говорит, это на период растения не работает. Почему? Потому что мы не можем. А раз мы не можем, то что, он не понимает, что мы не можем? Понимаешь, мы не будем. А когда придем, тогда будем. Ну, и понятно, вот это не работает. Тоже он что, не понимает, что не будем? Ну, нету, хорошо. Ну, поэтому мы потом. Вообще, иудаизм очень смешные ребята с их религией, потому что религия на самом деле не библейская, это новая. И когда я учреждал Еханан бен Закай, он честно говорил, мы создадим новую религию. Ну, на время, пока храма нету. Когда храм построится, мы вернемся к старой. А пока нету, ну, что делать? Жизнь такая, мы новую сделаем. И, в общем-то, они исходили из очень хороших мотивов и очень хороших посылов и задавали правильные вопросы и находили правильные ответы. Не, вообще, ну, супер. На самом деле, вопрос был очень корректный и правильный. И я думаю, что вы, не хуже мудрецов, ответите на этот вопрос. Хотите? Вот вы сможете, я верю в вас. Сможете ответить, как ответили мудрецы? Постарайтесь. Окей, ну, давайте. Что лучше, чтобы народ грешил и знал, что он грешит или грешил, но не знал о том, что он грешит. Лучше, лучше. Второе, правильно. Ну, так ответили мудрецы. Что прискорбно во всей этой истории? Они не рассматривали варианта не грешить. То есть, вариант не грешить на повестке не стоял. Можно было сказать, позвольте, так может, лучше вообще не грешить? Нет. Они говорят, что лучше, грешить вот так или грешить вот так? А вопрос не грешить не стоит. Ну, и понятно, что вы придумали то, что придумали мудрецы. Лучше, чтобы грешили и не знали. И они правые, точно так же, как и вы. Почему? Потому что они говорят, послушайте, если человек знает о том, что он грешит, он грешит преднамеренно, этот грех его будет развращать. А если он не знает и грешит, так он хоть развращаться не будет. Потому что он же не знает, что он преднамеренно грешит. Он же думает, что он правильно поступает. Понятно, да? И это основание вообще иудаизма. Они всех обманули, чтобы все думали, что правила игры поменялись, и поэтому они не грешат. А на самом деле правила остались на какое-то время, а потом они были вкоренным образом изменены. И настало время Нового Завета и старые правила перестали существовать в принципе. То есть, это определенный промежуток времени, и те, и те правила существовали одновременно. Сорок лет. Сорок лет с начала Нового Завета еще стоял храм. Да. Мы говорим Новый Завет неверующим. Да. Безусловно. Новый Завет неверующий приходили в храм и приносили положенные жертвы. Но это мы читаем буквально в Новом Завете. нужно понимать, что произошло с тем же Петром, когда он видел видение, что он говорит. Ничего нечистого я не ел. Да. Когда храм был... Нет, не постепенно. Храм был разрушен. Все. И все. Хотите я задам опять правильный вопрос? Все готовы? Ну да. Петр он сказал, что ничего нечистого не ел. Значит, Петр соблюдал закон Кашрута. Я правильно понял? Да. Да. Извините, нет. Я же предупреждал, что... Спасибо, Александр. Только что потом приняли. А, да. вопрос был... Это не проекта вопроса. Нет, вопрос был... Вопрос был... Ну... Ты не правил, или не правил? Так это не пошло. Не пошло. Еще раз. Ты слушай вопрос. Или сейчас мы о чем-то другом начинаем говорить? Ходимся. Окей. В чем вопрос? Дело в том, что евреи вводят понятие небиблейское, которого не было. Было понятие Тахор и Ло Тахор. То есть, чистое или нечистое. Чистое или нечистое. Поскольку невозможно, невозможно использовать понятие Тахор чистое. Невозможно. Они вводят новое понятие. Технически. Почему нельзя? Ага, окей. Опять, достаточно... Сейчас я объясню, в чем-то. Это нормально вопрос. Сейчас тебе я дам ответ. Предположим, это ягненок. Животное ягненок, чистое? Отлично. А сам ягненок? Еще раз, только медленно. Ягненок это чистое животное. Я правильно понимаю? А сам ягненок чистый? Почему? Неправильно. Все, проехали. Вопрос чистоты. Нет, вопрос чистоты. Еще раз, вопрос чистоты. Понятие чистоты неразрывно связано с Богом. Если ты говоришь о чистоте физической, мы говорим о гигиене. Это немножко другая. Мы тогда будем использовать технический термин гигиена. если первенцы скота принесены в храм, то это животное чистое. Если десятина принесена со скота в храм, то это животное чистое. Итак, ягненок животное чистое. Я закончу мысль. Да, слушай внимательно. Ягненок животное чистое, но конкретно ягненок не чист. Еще раз только имею. Разделение животных на классы не делает животное чистым для употребления. Я же еще раз повторяю. Животное, класс животного чистый. Можно кушать? Можно кушать все, что движется. Согласно завету Ноха. Согласно завету Ноха мы разбирались. Все, что движется, Бог дал в пищу. Ограничения определенные были наложены по этому завету на евреев. Это окей. Все остальные на здоровье пускай трескают, что же хотят. Только крови и удавленные. Ну, не стоит. Да? Теперь теперь еще раз. Если не принесены первенцы скота, скот нечистый. Животное как порода чистое, а конкретное животное нечистое. Чистота невозможна по определению. И первые общины, которые существовали после разрушения храма, они отказались от употребления мяса в пищу вообще. Умные пришли к ним и говорят, послушайте, кстати, хотели попросить вас и овощи, и фрукты тоже не кушать. А десятина неуплачена. А если десятина, ну, первые плоды не принесены, если с урожая неуплачена десятина, весь урожай, извините меня, нечист. Они пошли дальше и говорят, кстати, если вода на сукот не выливалась под жертвенник, поздравляю, пить тоже не стоит. Понятно, что вводится новый технический термин под названием кашрут, подмена термина тахор. Но они поменяли настолько качественно, что до сегодняшнего дня у нас вот здесь стоит знак равенства. Кошерное значит чистое. Но если мы смотрим в библейские понятия, то мы увидим, что чистое и кошерное это разные вещи и понятие кошер отсутствует в библии. А понятие чистота присутствует. Но у них была вынуждена ситуация из-за отсутствия жертвенника ввести понятие, которого нету в библии. Чтобы люди кушали, думая, что все кошерно, но вообще все нечисто. Еще раз, они отвечали на вопрос, что лучше, чтобы народ грешил и знал или не знал. И они не рассматривали вопрос не грешил. Потому что в отсутствии вот этой части жертвенник. Вопрос не грешить не стоит вообще. Ребята, вы все по определению нечисты и по определению не можете приближаться к Богу. Все. Кина нету. Вы все нечисты. Поэтому ультраортодоксальные иудеи никогда при возможности взойти на храмовую гору не входили на нее. потому что они знали, что они нечисты. Они не могли себе позволить взойти на храмовую гору, зная, что они нечисты и будут осквернять ее. Понятно, да? Все исходит из набора. И эти ребята, зная вот этот весь набор, препарируют закон для того, чтобы навести определенный порядок, объясняя людям, что, когда исполнять, чего не исполнять и когда наступит время того, что нужно исполнять. И вообще идея ровнинистического иудеизма абсурдно по своей сути. Потому что они приходят и говорят, послушайте, ребята, правила игры поменялись. Жертва не нужна, потому что есть жертва уст. Достаточно произносить шма, и это зачтется вам как жертва. Вы говорите, хотели добавить, желание исполнять заповедь приравниваться к исполнению. Все нормально, понятно, чувствуйте себя спокойно. Приблизительно, да, как Павел, почти. То есть, ребята, вы хотите исполнять заповедь? Ну, не получается. Что, не понимает? Понимает. Хотите? Да, зачет, все отлично, все равно, что исполнили. Да, фантастишь, фантастишь. И когда ему говоришь, ребята, ну, все хорошо, правила игры поменялись. А зачем тогда, если правила игры поменялись, вам жертвенник? Чего вы тогда хотите восстановить? Храм и жертвенник. Если все поменялось, то кинем это занятие, будем жить, все удачно. Говорит, ну, брат, ты ничего не понял. тебе надо пойти в Ешиву, лет пять-семь поучиться, тогда ты поймешь, зачем нужно возвращать то, что уже не нужно. А так ты, конечно, ничего не понимаешь. Только через Ешиву. Там тебе мозги быстро вправил. А так ты, конечно, не поймешь. Проблема заключается в том, что уже в начале второго века невозможно было вернуться к храмовому иудаизму. Даже до рассеяния. В начале второго века до рассеяния, еще когда Израиль жил, до восстания Баркобы, начиная с 70-го года начинается формирование раввинистического иудаизма, который заменяет священство. И уже к первому веку раввины определяют все понятия. Священники уже не удел. Священники, они уже не удел к концу первого века. они оттеснили, они отсутствие храма, из-за отсутствия храма. Раввины определяли, что есть чистое, что есть нечистое. Раввины устанавливали галаху. О, это очень интересная история. столько много извинений. вопрос, когда учили священство, они поедут, но родили, не, вопрос, там есть очень несколько, послушайте, священники стали нищими. Еще раз, для начала священники становятся нищими без средств к существованию. Средства существования у них были через жертвоприношение в храме и принесение в храме. Когда храм разрушается, они должны разойтись, и если они остались, то им нечего кушать. Жертва не приносится, нет средств существования, они расходятся, они становятся нищими, попрошайками. Раввины, они имеют свои школы, они имеют своих учеников, и раввинистические школы устанавливают галактические постановления. Если раньше ты должен прийти к священнику и спросить, что чистое, что нечистое, что святое, когда начинается праздник, то теперь все это делает раввин. фарисеи, фарисеи занимают позицию в некоторых случаях физического уничтожения. Иногда подлох, обман, а иногда просто физическое уничтожение. Знаменитый случай трубить в шафар или нет. Когда они собираются и спорят, трубить в шафар или нет. И фарисеи говорят, слушайте, ребята, давайте поступим следующим образом. Ну, время подходит просто. давайте мы протрубим, рассядьтесь. Ну, да, так хорошо будет. Давайте мы протрубим, а потом поговорим на эту тему. Ну, они говорят, ну, да, ну, что, дунем один раз. Ну, дунули. Говорят, ну, теперь есть время поговорить. На что ему говорят, о чем поговорить? Ну, уже прозвучало. На чем разговаривать? Все, уже дунули, все, а что будет? Предмета для разговаривания уже нет, все, уже трубим. То есть, вот такие вещи, они происходили, жесткие, очень жесткие вещи. Становление раввинистического удаизма, правила, которые были невероятны для времен храмового иудаизма. Вообще, как бы, если основоположником раввинистического иудаизма стал Еханан Бензакай, то отцом раввинистического иудаизма по праву называется Раби Акива, который вводит новый принцип в толкование Торы. И принцип такой, что он заставляет Тору говорить то, что ему нужно. Вообще, все что угодно. Один из основных постулатов раввинистического иудаизма звучит следующим образом. Следуй за большинством. И он буквально взят из Торы. Не следуй за большинством на зло. Ну, подождите, каждая буква она богом дана? Каждое слово богодухновенно? Ну, понятно, все, что мы не так сказали, следуй за большинством. каждое важное. Поэтому начало выбираем, конец тоже, и вот у нас важная часть. это принцип, который, в общем-то, ввел Яханан раби Акива. Дальше, в общем, удивительная часть была по отношению к верующим Нового Завета. Их физически уничтожали. Их физически сделали людьми вне закона. Их можно было убивать, их имущество можно было забирать. Это были предатели. И они стали таковыми одним решением одного человека. Когда Яханан Бензакай, это был период восстания, и поднялось восстание, и в первый год восстания мессианские верующие участвовали в этом восстании. Но Яханан раби Акива провозглашает мессии, Баркобу, и автоматически мессианские верующие перестают поддерживать восстание, значит, они становятся предателем. Одно решение одного человека, который вообще по большому счету понимал точно, что он делает и для чего. Ему нужно было, они сначала съели или устранили от власти священника, потом они расправились в общем-то с достаточно большим количеством верующих Нового Завета, евреев. Праведник? Ну а что? Не тяжело было. Вообще этот принцип следуя за большинством решал достаточно многие проблемы. и так немножко уклонились от темы. Что? Да. Окей. Значит, то, что они хотели сделать, это расчленить закон. В общем-то идея понятная. Из-за невозможности исполнения, ну понятно, они потрудились и сделали эту вещь. Вот эти ребята начали делать приблизительно ту же самую вещь. Но у них принцип был попроще. Они поделили все пополам. Они сказали, нравственная часть остается, ритуальная часть вопросом. Но никто при этом не задумывался, что есть часть заповедей, которая не относится к нравственным и не относится к ритуальным. Ну, к примеру, ливератные браки или восстановление семени брата. Трудно назвать сегодня это нравственной заповедью. Потому что, ну, моя жена навряд ли поймет такую нравственность. Я точно как-то уверен в своей жене, что она точно скажет, что это безнравственно. И с другой стороны, трудно назвать ее ритуальной. То есть есть ряд заповедей, которые непонятно куда отнести. И поэтому мы провозглашать можем такую идею. Идея хороша. Ритуальная а нравственная переходит. Но прикол в том, что закон не был ритуальным априори. То есть для начала всего он был не ритуальным. Закон Моисея не был религиозным или ритуальным. Еще раз. Мысль свежая. Закон Моисея не был религиозным законом изначально. Это был государственный закон. Смотрим на нашу картинку. У нас есть народ, земля, закон и жертвенник. Понятно, что этот закон дан в привязке к народу, к земле и к жертвеннику. Понятно, да? Он описывает все существование этого народа на этой земле поклоняющегося ихнему царю, царей. Во главе государства стоял Бог. Понятно, да? И закон описывал все вещи, касаемые этого аспекта, этого аспекта, этого аспекта. Он описывал систему содержания священнослужителей, несущих служения в храме и несущих. Он описывал систему помощи, социальной защиты слабо обеспеченным слоям населения. Описывал. Он описывал все нравственные аспекты жизни этого общества и наказание за неисполнение. Описывал? Описывал. Он описывал все законы, привязанные к земле. Описывал? Но это же не были религиозными законами. Он записывал формат прихода к Богу человека. И на сегодняшний день, глядя в Новый Завет, мы имеем определенный формат. Тот формат был в определенном конкретном месте, обозначенном Богом. В этом Завете есть определенное место? Есть. На всяком месте. Есть определенное место, но оно на всяком месте. То есть, где двое или трое собраны, уже это место конкретное достаточное для того, чтобы он туда пришел. То есть, это место есть, но это место всякое. Но есть двое или трое. Поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Это тоже религиозное правило. Понятно, о чем я говорю? Мы говорим о принципах веры. И тогда были принципы веры провозглашенные вот такие. В это надо было верить, этому надо было служиться. И в общем-то было общество, где все было описано. Можно ли такой закон тогда назвать религиозным или его проще назвать государственным? Понятно, да? Что этот закон проще назвать государственным? И тогда тяжело, тогда тяжело этот закон данный для определенного народа, для определенной земли или для определенного государства и народа, проживающего на территории этого государства, применить к территории другого государства. Понятно, о чем я говорю? То есть, если ты живешь в Украине, несмотря на то, что ты являешься гражданином Соединенных Штатов Америки, ты должен жить по какому закону? Украину. Почему? Потому, что ты живешь в Украине в данный момент времени. Не судить тебя будут не по тому закону, а по этому. И поэтому здесь та же самая история. Но есть другой принцип. Прошу обратить на него внимание. Существует ли Римская империя? Сегодня нет. Закон Римской империи существует? Нет. Закон. Закон это свод правил. Вот, ну, книжки. Закон Римской империи, он записан, он существует. Работает закон? Нет. Точно нет. Потому, что государства нет. Закон есть, государства нет. Закон, извините, не работает. Но, простите, а Римское право? Принципы, заложенные в Римское право, они заложены, ну, к примеру, в правовую систему этого государства. Поэтому нам легко сказать, что принципы, они вечны. принцип вечен. Не заповедь, как постановление, не притрагивайся, не вкушай, а принцип, который отражен в этой заповеди, он вечный. И понятно, что заповедь не укради, а отражает определенный принцип, и он вечный. И что мы видим? Как родители давали законы для своей семьи? Не дотрагивайся, не вкушай, да, родители давали, но они руководствовались принципом не навредить. Точно так же, глядя в тот закон, мы можем видеть два величайших принципа возлюби Бога и возлюби ближнего. Этот принцип будет работать? Конечно, да. Конечно, да. И мне в этой заповеди нужно видеть раскрытие этого принципа. И тогда заповедь будет работать. Но если я вижу исполнение заповеди ради заповеди, это профанация идеи. Если я соблюдаю ритуальную чистоту для соблюдения ритуальной чистоты, то я глупый человек. Потому что заповедь соблюдения ритуальной чистоты была дана для приближения к Богу. Она не была дана для того, чтобы ты соблюдал ее. Она дана была для того, чтобы ты двигался к Нему. Она указывала на дорогу к Нему, а не на то, что ты должен стоять здесь соблюдать ее. И поэтому если ты не видишь того, куда тебе надо идти, а сосредоточен на том, что тебе надо делать, ты потерял самый главный принцип возлюби Бога. Ты занимаешься тем, что ты делаешь для того, чтобы делать, а не для того, чтобы приближаться к Нему. Мысль достаточно простая. На ней мы остановимся и расстанемся с вами дезавтра.